Могу ли я становиться блогером? Нет, не буду этим блогером становиться. Вообще, что такое слово блогерство? То есть странное впечатление, что человек может каждый раз без склеек сделать ежедневные сюжеты. А таких я что-то даже не видел, которые говорят и делают сюжеты без склеек. Хотя один, в принципе, неплохой человек. И эти люди чем сейчас занимаются? Ну, чем они сейчас занимаются? Как правило, это все-таки товарищи с нашей Малороссии. Малая Россия — это была Российская Федерация. Белая Россия — это была Российская Федерация, Российская Империя. Да и вообще давайте все-таки переговорим о соотношении судеб наших. Так вот, соотношение наших судеб по сути не имело никакого удовольствия по одной простой причине, что до 1861 года у нас было крепостное право, которое мы и еще раз себе воткнули. То есть, представляете, да, сколько у нас было крепостных крестьян. Ну, некоторые, которые умудрялись пойти в армию потихонечку, невзирая на то, что потери личного состава там были весьма интересные, становились другими товарищами, уже имели некоторую возможность получить свою фамилию. Опять же, не слышали. Еще раз говорю, внимательно почитайте. И вообще, если есть такая штука, как интернет, для меня лично, да, то есть я не во всем берде интернетовской нахожусь. Я ищу те материалы, которые, как правило, не вы написали, а есть специалисты умные, таких тоже хватает, естественно, но их еще надо сильно-сильно поискать, которые вам все это дело объяснят. То есть фамилия Челейкин, ну, она, их не очень-то и много, и все, это мои родственники. То есть, как бы, ну, мы не будем говорить, что это было круто, это просто что-то случилось. Но одного человека эта фамилия прилетела, и он дальше начал ее немножко распространять, но не сильно-то и много. То есть, в принципе, Челейкин Алексей один. Есть еще один Челейкин Алексей, это мой сын. Естественно, я хочу, чтобы у Челейкина Алексея второго, младшего, джюниора, мозгов хватило больше, я надеюсь, что рано или поздно он этот материал посмотрит. Я хочу, чтобы он стал получше, чем папа, потому что папа ему все отдал, все практически. И папа хочет сделать так, чтобы этот человек, ну, по крайней мере, на мои локоточки, которые я не могу укусить, даже мимо кассы это все дело пронеслось. То бишь, давайте все-таки определимся. История наших фамилий — это не идеал, не бесконечность и естественно. И когда мне начинают рассказывать сказки о их фамилиях, я думаю, вау, да вы какие-то. Самое забавное, когда начинают колбасить нашу историю. Поверьте мне, история Советского Союза показала, что даже невзирая на то, что мы никогда не были в топе, мы никогда не были в топе, но у нас было лучшее соотношение медицины, обучения, все. Все, обучение было бесплатное. Получение квартир, высшее образование, когда ты получаешь, ты квартиру получаешь достаточно быстро, поверьте мне. Это не с высшим образованием приходилось посидеть, а с высшим образованием все было красиво и ровно. Вы мне не рассказываете сказки? У меня папа был, да и сейчас он живой, слава тебе Господи. Он был еще и очень хорошо работал для построения коммунизма. Он был коммунист, естественно. Мама не была коммунистской. Но, тем не менее, папа куда не приходил, ему сразу же подгоняли недвижимость. В смысле, не недвижимость, но они жили абсолютно нормально и ровно. Всегда, везде. И это было нормально, понимаете? Это было нормально. То, что сегодня и сейчас творится, не имеет никакого отношения к Советскому Союзу. Я, конечно, понимаю, что мы вырастили всех тех и дали им то, чего никогда и не было в природе своей. Мы это им сделали. И давайте все-таки обратимся. У вас не было никого в природе, ни в природе, ни в мыслях. То бишь, мы из одного государства сделали конгломерат наций. И в Советском Союзе конгломерат наций давал возможность отдельным, почти всем, сообществам наших народностей жить красиво и ровно. Они все жили. Вы не помните? Ну, здравствуйте. Есть такая штука интернет. Пейте, пожалуйста, песня года. И там будут все. То есть мы выращивали. До этого не было. То есть до этого все говорили на одном языке с плюсом и минусом, естественно. А потом мы начали взращивать, взрастили чухонцев. Их не было. Вы что думаете? Латвия, Эстония и Финляндия существовала? Нет. Это была чухонь. Ну, это была нормальная чухонь. То есть мы относились к ним очень хорошо всегда. Мы никогда никого не колбасили. Этого не было в природе своей. Мало того, в территорию Российской империи входила и Польша. Не знаете? Внимательно посмотрите. Внимательно посмотрите. А уж потом мы немножко наколбасились. Давайте все-таки переговорим о том, что в территорию Российской империи не входили наши любимые мною, но южные соседи. Этого не было никаких новообразований. Я имею в виду то, что сейчас люди, сделав для себя мелкую, но интересную структуру, в которой они в топе, их не существовало в природе. Не буду сейчас говорить, но так оно и есть. Да, 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 да. Никогда в природе своей не существовала дивная структура под названием Украина. Вообще надо говорить, что государство Украина, как само нация, оно появилось в 1891 году. До этого не было ничего. Это была малая Россия и качественная Россия. Это уже потом, взяв частичное то, что было раньше в Российской Федерации, в Российской империи, и мы его взрастили, понимаете? Мы его взрастили. Но никогда не думали, что это дело случится. То бишь, передо мной и да и везде, и всюду сейчас возникает вопрос о том, что мы сейчас делаем. Так вот, давайте все-таки обратимся к сути событий. Дело в том, что 24 декабря я честно послушал то, что сказал мною любимый Владимир Владимирович Путин. Дело в том, что можете вы его не любить, а я его знаю. Мало того, у меня был доступ, может быть, и он сейчас есть. То есть я не буду говорить, что Владимир Владимирович Путин – это не хороший человек. Бред. Очень хороший и качественный человек, который приезжал в город Магнитогорск. Я его снимал, естественно. Очень близко, естественно. Вместе с Андреем Хиловским, естественно. Я не буду говорить, что это плохой человек. Это хороший человек. Я не буду говорить, что Виктор Филиппович Рашников плохой человек. Я, в общем-то, 9 лет работал как его личный оператор. И знаю, что это. И что это за хороший и качественный человек. И тот, кто не въезжает, зайдет в город Магнитогорск, посмотрите, что город Магнитогорск – это тот город, из которого я валюнуть. Ну, может быть, хочу, но я не собираюсь валнуть ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, ни в Екатеринбург. Самара – да, Владивосток – да. Остальных городов для меня не существует в природе. Их не существует. Мне Магнитогорск больше нравится. Ну, так вот, я послушал его, естественно. И самое забавное, я не знаю, о чем идет речь. Я не знаю, о чем идет речь. Но вот этот материал, который я сейчас говорю, это для тех самых блогеров. Я надеюсь, они немножко дойдут. О том, что есть человек, который работает на телевидении, в следующем году это будет, так, это 28-й год, да, я работаю на телевидении. Мягко так скажем. Что случится, то случится. Что не случится, не случится. Я не знаю, о чем идет речь. Но в любом случае, эти материалы будут в эфире, естественно. Будут в эфире YouTube, будут в эфире других каналов, естественно. То бишь, я не для этого себе брал самые мои замечательные камеры. И поэтому понтов мне не нужно. Можно давить и объяснять. Я еще раз говорю, я вам показываю качество. Так вот, что касаемо качества. То, когда говорил Владимир Владимирович, это, по сути, событие смены коррупции на российскую коррупцию. А вы не знали, что ли? Милые мои украинцы, которые были всегда представителями малой России. Мы всегда с должным уважением. Вы даже не представляете, сколько мы потратили население, когда убирали нацистов с вашей территории. Десять месяцев, когда мы уходили. Но мы потеряли 5 миллионов человек. Вы об этом тоже забыли. Мало того, вы знаете, если честно, то мой прадед погиб под Москвой. Сепсис. А он был в свое время сапером. Мины переделал. Ну, тут прилетела другая мина. Не то, что он должен был обнаружить и сказать, куда не нужно было соваться. Мина сверху прилетела и разворотила ему живот. Другие мои, три деда, это был прадед, три мои остальные деда были на войне. Даже было четыре деда. Три воевали. С немцами один работал с японцами. Это был кошмар. Я их когда спрашивал, они говорят, Алексей, мы ничего тебе не будем говорить, потому что они видели это все. И они это видели. И они на этом убедились. Я, конечно, все понимаю, но возникает вопрос смены. Еще раз говорю, мне Украина как таковая нравилась. То есть, я там был, естественно, был еще в 90-80 году. Это было просто красиво. И, мягко говоря, именно благодаря Украине мы победили наши жесткие болезни. То есть, мы победили такие штуки, как очень серьезные заболевания, благодаря которым мы прививались. И все, что нами было привито, я тоже не понимаю, о чем идет речь. Когда девушку прививали по самые кривые помидоры, в детстве, естественно, которой она сейчас говорит, не надо прививаться, ты что дура делаешь, объясни мне. Тебя привили, и ты живая, потому что тебя привили. Так отвалите от своих детей, ты дебилка, что ли, по-другому я не могу сказать. Особенно те, кто сейчас меня смотрит. Да, господа мои. И этот сраный ковид, дебильный, естественно, который никому не нравился. самым первым ему заболел, но научился. Естественно, я сразу сходу, вот сейчас каждые полгода я прибьюсь. Но возникает проблема немножко другой области. Мы меняем коррупцию на коррупцию. Для тех, кто не понимает, посмотрите, такая штука у нас есть, Рео Новости, которые в эфире, естественно, в Ютьюбе, естественно, у них отдельная страничка есть своя, Лента.ру, посмотрите, у нас каждый день мы кого-то садим, понимаете, 130 миллионов человек, каждый день кого-то мы садим. То есть, ну, грубо говоря, перемножив на 365 дней, то есть 365 коррупционеров мы садим за год. Ну, это так, мелочевочка, маленькая мелочевка, по сути, их больше садится, понимаете? Ну, вы послушайте и поймите, о чем идет речь. Мы, конечно, всегда были противниками. И, если честно, то в отличие от баранов, а баранами стали и мы, россияне, я никогда не голосовал за Российскую Федерацию. Я всегда голосовал за Советский Союз. Мало того, я должен был партию вступить в 91-м году. Там началась чебатушка. И вот этот придур Ельцин устроил нам такую чушь. Да. Да. К сожалению, меня не допустили. Но теперь давайте все-таки поделимся. То бишь, почему у меня мой один из лучших друзей противник был того, что произошло. Да и я был противник тому, что произошло. Потому что когда я был в 2006-м году, мы снимали замечательный сюжет «Центробежные дробилки», которые у нас есть в городе Магнитогорске. Это Магнитогорское предприятие, которое вместе с Минском сделало эти агрегаты, которые позволяют вам делать из... Ну, размалывать в такую их таким качеством, что сегодня, сейчас вы посмотрите, что в городе Магнитогорске творится. Да-да-да, мы используем именно эти штучки. И везде и всюду наконец-таки мы начали использовать такие штучки. То есть идет... Если у вас большой вариант есть и мысли вслух, то залезьте и посмотрите мои сюжеты, вы поймете. То есть мы были в свое время в 2006-м году. Именно мы заехали в Украину. Там недалеко было до Чернобыля, километров 70, может даже быть ближе. Ну, живут люди, нормально жили. И самое забавное, что Украина тогда мне больше нравилась. То есть мы им давали... Что? Мы им давали тырить газ. Да мы были никаких проблем. Господа, тырите газ, живите как вам нужно. Но никогда не думайте, что Европа это идеал. Потому что я был в этой Европе, я был везде, я был в Великобритании. Я так и не понял. Им больше понравилось то, что персонифицированные человеки тамошние, посмотрев на то, что делается в Советском Совете сказали вы что там ничего не обокакались. И в некотором смысле как бы вам сказать то немножко другое отношение стало. Да, 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 да. Но когда мне говорят куда бы ты сейчас вольнул бы, я никогда не поеду в этом возрасте в Америку. Потому что я знаю, что Америка это место, где вы можете легко заработать деньги. Но все деньги ваши, все деньги ваши потом будут забраны. Чем? Дивной и бредят тупорылой медициной. То есть, а вы что думаете, почему Америка максимально много потеряла на ковиде? Потому что Америка суть самой Америки это уничтожение собственно суть той Америки которая круче всех. Потому что я был у настоящих американцев. Настоящие американцы это просто красавцы. Но над американцами то есть мне когда говорят, что в Америке есть демократия, говорят с какого перепугу там демократия? Какая там может быть демократия? Когда президент выбирает выборщики. Не каждый идет выбирает президента, а выборщики. А выборщики это отдельная тема. Вы понимаете о чем я беседую. То есть американская структура она хороша, но до уровня 40 лет. До 40 лет вы можете заработать миллионы. Есть такая штука, никаких проблем. А потом все это дело заберете. Именно поэтому у них было жуткое соотношение заболевающих ковидом и похороненных. В России такого не было. то бишь не надо думать и не надо провозносить как благое дело западные технологии. Еще раз говорю на западе нормальных вещей нету. Когда мне говорят что Германия немецкая медицина круче турецкой бред силы кобыла. Нет не круче. Скорее всего как бы вам сказать то сама медицина не имеет такой качественной оснастки и такого грамотного подхода как турецкая медицина. Я был в Турции, я был в Германии, я был в Великобритании, я проезжал через Париж. Нет ребята нет 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 когда мне сказали лечись в Израиле я был не противником но задали вопрос буду ли я там оперироваться я сказал что мне сделали операцию и это каким то образом мне сказали что вот если бы операция тогда да к нам понимаете а мне сделали здесь операция то есть сама суть процедуры операции в которой они бы меня просто разули бы хотя у меня денег никогда и не было это именно процедура операции все остальное это так написали бы то же самое что мне сказали и вопрос был бы в тех самых году и трех месяцев который может человек с грибластом и прожить да 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 а когда я пришел к выводу я сказал ребятки ну у вас нафиг у нас рядышком с россией есть дивное государство такая немаленькая структура с населением почти по 2 миллиарда человек что это за страна да вы должны знать мы могли бы такой становиться но не получилось то потому что мы выбрали для себя человека который должен был бы договориться с Америкой ну да договорился он с Америкой просрав страну другое пропил это был кошмар это был реальный кошмар но вернуться на круги свои не получится и не надо идеализировать запад он далеко не он далеко он совершенно не идеален не доезжайте сейчас объясню вы говорите в Греции чтобы это было красиво ну во-первых Греция она была в свое-то время частью атаманской империи ну так же как и Болгария и когда мне говорят что атаманцы это не лицемеры ну здравствуйте это стандартная ситуация была и вы думаете что за те 600 лет которые там была атаманская ну примерно я не буду говорить точности это не получилось и не внедрилось нет все то же самое есть то есть не надо говорить что греки не лицемеры не надо говорить что болгары не лицемеры нет мы им помогали только Греция когда очухалась то а не так давно то да то есть там черные полковники тоже не слышали ничего не слышали а во а Франко не слышали это называется Испания когда он ушел тоже ничего не слышали то бишь когда нам начинают втирать и говорить что все немножко было по-другому давайте все-таки определимся когда немножко было по-другому и когда вы развернулись на округе своя вы наверняка забыли что было не так давно вторая мировая война да а там не присутствовала ли в содружестве с Германией Италия не присутствовала да вы ничего не знаете вы не знаете да что там Муссолини был это о чем о чем мы будем говорить когда вы нам втираете свою сраную демократию так ее не существовало ее сейчас не существует нигде и вы хотите заработать бабки во но бабки это для чего это реальный бред это реальный бред для человека который не понимает сути событий который не верит Господа Бога вы никто не верите в него это очень плохо что сегодня и сейчас давайте все-таки определимся что когда Украина брала наш газ и зарабатывала ну и воровала будем считать что это было нормально было все нормально но когда Украина решила встать в зону Европы а что такое зона Европы для самых тупых реально это в принципе легко и просто в принципе благодаря нашему Шарию очень крутой специалист я считаю что он один из самых крутых блогеров я залез и посмотрел есть такая штука называется Google Maps залезьте и посмотрите Google Maps Прибалтика ну я не говорю про Латвию там я не был в Литве не было в Латвии был в Латвии да то есть я посмотрел кемери мы с вами были там просто открыл и посмотрел ешкин ты трешкин что там ничего нет там машины все настолько угвазано то есть люди оттуда слиняли ну естественно у меня были некоторые события общения естественно в свое время то и в другом то месте мне люди сказали что Алексей какая штука была красивая Советский Союз ну да Советский Союз Россия в смысле Советский Союз кормил очень много людей они ни хрена ничего не делали ну пытались что-то сделать вопросов не было но во всем сообществе социализма была качественная медицина было бесплатное образование люди получали квартиры а сейчас что мне говорят что мы в ипотеку влезли я говорю что такое ипотека ну раньше ты получил высшее образование то есть мой брат получил высшее образование он работает надо мне и он залез в ипотеку а раньше с высшим образованием он бы сразу получил квартиру трехкомнатную ну через некоторое время с высшим образованием а он сейчас залез в ипотеку блин не будет бабки оплачивать да мама не говорю сколько то ну это что нормально я считаю это абсолютно ненормально я не брал в ипотеку но я взял кредит и самое забавное что при моем заболевании не было страховки то есть тема весьма интересная была да но рассчитался это было реально опа из которой мы вылезли то бишь вернувшись на круги своя тот кто занимается как бы вам сказать один товарищ вообще из америки то есть на нем написано челябинск челябинск это типа наш город но извините подвините сама челябинская область висит на магнитогорске то есть 70 процентов областного бюджета платят что и кто и кто это делает это делает виктор филиппович рашников потому что он владелец магнитогорского металлургического комбината мало того посмотрите что у нас сейчас творится то есть город стал чистым зимой чистый снег везде и всюду он еще будет интереснее вкуснее вопросов нет потому что это крутой специалист но тем не менее все таки наша коррупция она идет и туда и конечно то что сейчас там творится мне естественно не нравится потому что вас уважаемые мои люди которые никогда не посмотрят мой этот дивный сюжет напрягает то что вам рассказывают но поверьте мне поверьте мне как человеку который имеет весьма интересное заболевание если честно приговор там недавным-давно написан то есть если бы не лечение а лечение это и в топе я вам серьезно говорю в топе первоначально это все-таки куба на втором месте идет китай на третьем месте я так думаю что все таки есть такая дивная страна под названием япония она может быть правильной может быть неправильной но продолжительной жизни людей это мама не горю и знаю о том что там каким-то образом случилось три ядерных катастрофы ну на территории российской федерации было всего две на территории советского союза их было две одна из них была теча и именно поэтому я поехал лечиться в челябинск да 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 а другая это была чернобыль так вот всех детей чернобыля после этого случая их очень быстро отправили куда куда их отправили их отправили на кубу лечиться и вы это тоже не слышали ну так ребят все таки давайте все таки определимся и подумаем что есть человек который немножко залез туда куда стандартный человек не залазил по а то есть верьте мне верьте мне никогда не буду вас обманывать естественно и если бы этот сюжет посмотрели бы все украинцы наши любимые вы не будете говорить что но в свое то время были времена ну было красиво и ровно было я не буду говорить что это было нехорошо но было интересно и вы знаете мне всегда они нравились мне всегда нравятся те кто не имеет никакого отношения к россиянам как таковым вообще что такое россиянин как таковой кто он такой голубые глаза светлые волосы нормальный нос не идиотская физиономия а вы думаете что я счастлив когда я все это дело говорю да вы знаете я на себя даже не смотрю то бишь давайте все таки определимся про блогерство кому-то он нравится я не нравлюсь себе как таковой я достаточно быстро все это дело не буду смотреть весь материал потому что то что я вам сейчас объясняю это и мой показатель того что я обожаю свою работу и поэтому скорее их здесь не будет то есть давайте все таки подумаем о качестве сюжета и в этом сюжете есть еще и одна умная вещь не думайте что вам необходимо залазить в европу она далеко не красиво и далеко не идеально и в европе вы может быть заработаете миллион но потратив раз в пять времени больше чем в америке и что потом с этим делом случится невзирая на то что там нету никакой ну никакой медицины господа думайте в смысле зачем господа ну ладно шут с вами пусть вы будете господами хотя они мне не нужны мне всегда нужны мои друзья друзья не думайте о том что европа это очень хорошо нет не хорошо но вернувшись к нашему бытию мы можем спокойненько абсолютно не задорого съездить в те государства где до сих пор еще осталась качественная медицина но в принципе качественная медицина осталась в тех странах которые реально думают о своем населении и прежде чем вы куда-то пойдете прежде чем вы что-то сделаете предварительно почитайте такую штуку под названием конституция так вот если в конституции на первом месте на первом месте здоровье нации вот туда надо топать потому что рано или поздно вы потратите все свои деньги даже если вы будете в америке даже если честно они сделают так что уже и ваши дети будут платить за вас не слышали а вы и это тоже не слышали не нужен вам этот вариант съездить посмотреть да красиво но жить там я бы не рекомендовал забудьте про это вернитесь на круги своя дайте пистоном своему дебилу который вас заставляет терять ваше же население зачем он это делает я не понимаю при всем при этом я не буду говорить что хотя мы немножко проблемки в российской федерации но я не думаю что российская федерация очень глубоко опустилась вниз ну где-то примерно 15-20 место если мы будем хорошо то у нас есть все возможности быть лучшими по крайней мере я не буду говорить о том что лечение таких заболеваний как бронхит пневмония лечение сердца вы не в курсе событий что сердце у нас бесплатно лечится вы не в курсе событий да что вы подумайте что вам нужно вот такая медицина вам нужна все вы рано или поздно не говорите мне что мы все будем жить бесконечно этого не случится рано или поздно у нас будут проблемы так может быть проще сделать так чтобы не платить за это дело деньги а или вы собираетесь эти деньги платить или вы для чего жить то собираетесь не в день как счастье ради интереса но вы то это дело не прочтете я бы вам рекомендовал прочесть библию там очень много интересных вещей там очень много грамотных вещей и эти вещи мне бы хотелось чтобы они были у каждого и в голове и в сердце я не буду говорить что существуют другие религии но все мы верим в одного Господа Бога только дороги у нас немножко разные цикан gave библия д